Добро пожаловать на наш видео урок. В нем мы шаг за шагом расскажем, как работать с системой рулевого управления GPS Pilot, установленной на заводе с терминалом S10 на машине Axion 850 европейского типа. В этом уроке мы вкратце описываем систему рулевого управления и показываем, на что следует обратить внимание при выполнении базовых настроек. После запуска терминала первым делом нужно выбрать язык интерфейса. Затем следует прочитать предупреждение и подтвердить его получение. После этого открывается начальное меню. Здесь мы можем создать новое задание, загрузить предыдущее, продолжить последнее или пропустить меню. Рассмотрим рабочий экран. Внизу справа мы в первую очередь находим настройки для опции Auto Turn. Рядом находится главное меню. А слева от него меню камеры. В середине расположена запись площади. Справа от нее указатель состояния системы рулевого управления. Здесь, в частности, можно увидеть, активирована система рулевого управления или деактивирована. Указатель состояния может показывать и дополнительную информацию. Буква PIVO к ней означает, что функция предварительного активирования системы рулевого управления включена. Красный восклицательный знак указывает на то, что в меню состояния навигационного контроллера еще не все пункты помечены зеленым цветом. При коротком нажатии на восклицательный знак открывается меню состояния. Здесь отображаются все важные параметры по трем группам. При успешном выполнении настроек для прибора GPS Pilot все пункты будут помечены зеленым цветом. Рядом слева мы видим меню планирования пути, сенсорную кнопку для разворотной полосы, опции карт и меню ISOBUS. Вверху слева можно перенастроить функцию автоматического отключения секции для опции Section Control. Также вверху находится раскрывающееся меню, в котором мы можем выбирать, какие данные о работе разных навесных орудий здесь будут отображаться. Вверху справа приводится детальный обзор информации, например, о заказе, размере поля уже обработанной площади и текущей скорости движения. Далее показывается наличие и качество сигнала GPS и корректирующего сигнала, которые при наличии оптимальных условий отмечены зеленым цветом. Систему рулевого управления можно активировать как кнопкой AutoPilot, которая находится на джойстике C-Motion, так и с помощью оранжевой кнопки на терминале справа. Этой кнопкой открывается меню «Избранное», которое можно настроить под себя. Эти две кнопки регулируют яркость терминала. Для работы системой рулевого управления следует прежде всего задать настройки трактора и навесного орудия. Затем необходимо создать новое задание и указать стратегию движения. В первую очередь нужно убедиться в том, что выбрано правильное транспортное средство и заложены верные размеры. Для этого мы открываем меню «Транспортные средства» и выбираем уже существующий профиль «Аксион 850». Здесь указаны названия и тип транспортного средства, тип клапанов, система рулевого управления, размеры транспортного средства, а также калибровка, чувствительность и агрессивность. Для этого транспортного средства размеры заложены полностью. В случае сомнения следует уточнить размеры транспортного средства. Они могут немного отличаться в зависимости от шин. Эти отклонения могут привести к снижению точности движения в автоматическом режиме. Сегодня мы собираемся работать с полу-навесной дисковой бараной. Для этого мы открываем меню «Орудий». Здесь мы можем выбрать текущее орудие, заложить новое, выбрать орудие из перечня ранее заложенных механизмов, импортировать с USB-носителя или удалить орудие в случае необходимости. Щелкнув по актуальному орудию, мы можем изменить настройки нашей дисковой бараны. В этом меню мы задаем тип сцепки. И здесь же можно настроить механизм. Для данного рабочего орудия очень важно указать действительную рабочую ширину, а также рабочее положение и положение оси. В случае сомнения лучше еще раз провести измерение. На данной дисковой баране мы замерили рабочую ширину, которая составила точно 6,48 метра. И вводим данные в терминал. В меню геометрии мы заносим замеренные расстояния от точки сцепки до рабочих органов и до оси. И выбираем «Готово». Для некоторых орудий следует также дополнительно учесть боковой увод, обусловленный конструкцией. Его можно ввести в виде бокового смещения. Для использования дополнительной функции «After Turn» В этом меню нужно один раз провести калибровку для данного орудия. Кроме того, для автоматического рулевого управления необходимо переключить главный выключатель модуля «Автопилот», который расположен на боковой консоли, с движения по дорогам на движение в поле, чтобы подать напряжение на этот клапан. Для этого мы перемещаем выключатель в нижнее положение. Здесь важно следующее. Трактор должен стоять, и рулевое колесо должно быть неподвижно. В заключении мы создаем новое задание. Это необходимо для того, чтобы начать работу. Для этого мы открываем меню заданий. Здесь мы можем открыть текущее задание, создать новое, выбрать предыдущее задание из перечня, использовать образцы, импортировать или экспортировать задание, переименовать, удалить записи и закрыть актуальное задание. Затем мы щелкаем по новому заданию и либо аккуратно вводим все специфические данные, либо запускаем задание. Чтобы начать работу, нужно выбрать стратегию движения и заложить опорную линию. Как это сделать, мы покажем в следующей главе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова